Пейзаж, дикие животные, макромир, подводный мир, Россия с высоты птичьего полета. В этих и других номинациях для участия в фотоконкурсе с октября 2019 по февраль 2020 года проходил прием работ на фотоконкурс «Самая красивая страна», который ежегодно проводит Русское географическое общество. Принимались снимки, сделанные исключительно на территории России, фотографии из любых стран. В итоге поступило около 60 тысяч работ от жителей всех регионов России и более чем 20 стран мира. Конкурс завершился, но сейчас идет онлайн-голосование. Алла Динаева подробнее. Тебе удаются снимки природы, диких животных или людей? Все свободное время ты занимаешься фотографией? Твоя мечта – профессиональная фотокамера? Тогда вы, возможно, уже участвовали в масштабном медиапроекте Русского географического общества «Самая красивая страна». РГО определила финалистов 2020 года. Одновременно стартовало открытое онлайн-голосование, которое определит обладателя приза зрительских симпатий. Голосование открыто с 21 апреля по 15 мая включительно на сайте конкурса. Русгидро выступило партнером в этом конкурсе Русскому географическому обществу. В частности, вместе разработали и предложили такую номинацию, которая называется «Энергия воды России». Русгидро объявила эту номинацию, во-первых, в честь того, что мы в прошлом году отмечали 15-летие компании, а во-вторых, у нас этот год проходит под знаком 100-летия плана ГОЛРО. То есть приурочили вот такую номинацию. Номинация хорошая, там выставлена масса фотографий наших гидроэлектростанций компании. Для участия в голосовании необходимо иметь аккаунт в одной из социальных сетей – в Фейсбуке, Одноклассниках или ВКонтакте. Один человек имеет право проголосовать за любое количество понравившихся фотографий финалистов конкурса, но каждому снимку можно отдать только один голос. Цель масштабного медиапроекта – привлечение внимания к вопросам природного и историко-культурного наследия России, а также воспитание бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Во все времена русское географическое общество и лучшие писатели, художники, журналисты и, конечно, фотографы показывали и рассказывали о природе, истории и культуре нашей страны. Ведь мир вокруг нас прекрасен, и каждый человек, увидев такую потрясающую красоту, стремится запечатлеть это на фотокамеру. Аладинаева Алибастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.